Меня зовут Влада Лондарев, полное имя Владимира Виталина Лондарев. Я профессиональный фотограф, оператор, художник, режиссер, телевизор. Карьера начиналась с того, что я увлекся фотографией невероятной. Еще в детстве, и в три года выпросил у папы фотоаппарат. Мне очень понравилось, как выглядит это изображение после того, как оно проходит через объектив. Вот эта разница восприятия между тем, что я видел глазом и объектив, произвела такое яркое впечатление, что произошел некий импульс, толчок. И, не взирая на то, чем бы я ни занимался дальше в своей жизни, все снова приходило к фотографии. Когда стал постарше, я очень увлекся парабом пением. И так получилось, что была возможность петь в уникальном детском хоровом коллективе, который называется «Радость». Этот коллектив был третий в Советском Союзе в величине. Коллектив детских хоровой на одном уровне с хором Попова и с хором Густа Гералья. Таким образом, постепенно, через музыку, через симбиоз различных искусств, я пришел в связи фотографии с природой, с природными явлениями. И, когда закончил факультет журналистики, начал заниматься изучением природы света. Почему мы видим то, что мы видим, и каким образом мы это видим. Тема нашего сегодня небольшого мастер-класса – это научи фотографию говорить. Самое главное – это то, что фотография является средством для коммуникации, средством для формирования мыслей и способом донести свою мысль до зрителя. Уникальность фотографии заключается в том, что, в отличие от других сфер деятельности, мы пользуемся для изъяснения документов. Все остальное искусство, оно формирует образ на основании действительности. Но только в фотографии мы имеем дело с конкретными объектами, которые фиксируем документально. И при этом преобразуем в изображение их настолько, наделяем реальные предметы новыми свойствами. И в комбинаторике ставим в такую линию повествования, что зритель, считывая наш визуальный ряд, начинает воспринимать нашу мысль и как бы переносится от тех объектов, которые конкретно видят, к их образному обобщению. Это очень сложный момент. Как раз все упирается, в нашем взгляде, в объект, который по мере того, как мы изучаем, мы начинаем узнавать. И дальше нам абстрагироваться от него очень сложно. Особенно эти объекты характерно узнаваемы, если это персона, если это личность. Наверное, замечательно, что хорошо, что у человека можно узнать, даже если он идет через площадь на другой стороне улицы. И с очень большого расстояния наше сознание тут же подхватывает знакомый облик, ассоциирует с конкретной личностью, с конкретной персоной и устанавливает дистанционную связь. Вот этим фотография и сильна, и она создает в то же время много сложностей для работы фотохудожника. Знаете, я хотел бы спросить, насколько вы увлечены фотографией, и что конкретно вас привело сегодня в эти классы? Расскажите немножко о себе. Кто чем занимается? Кто начинает? Я, в принципе, люблю фотографировать. Мы начинали с обычных фотоаппаратов наших советских. У меня еще был зенит полуавтомат, который мы попробуем фотографировать. Как их сейчас называют даже наши улицы, тоже, в принципе, получались достаточно неплохие фотографии. Уже смена была, еще только механические фотографии. Потом с пленки перешли на цифру. Хотя сейчас говорят опять почему-то возвращаются, мы этим будем заниматься точно здесь. Но поскольку у меня трое детей, я люблю их фотографировать. Это всякие детские праздники, в садах, сейчас уже в школах. И недавно купила хороший зеркальный мне подарит фотоаппарат родители. И я просто хочу понять все возможности. Это очень важно. Вот смотрите, как положится то, что вы сказали, в ряд того, о чем я говорю. Вы используете фотографию для создания исторических хронологий. фактически, вы являетесь хроникером вашей семьи. И для вас фотография, как я сейчас понимаю, имеет ключевое значение исторического момента. Ну, не только почему. Мы природу тоже люблю фотографировать. Когда мы идем в поездках, иногда получаются совершенно интересные кадры. с обычным детским фотоаппаратом, мы используем фотографию. Но сейчас очень на воздухе от уникальных фотографий. Мы даже не ожидаемо на данный трех. И сейчас, если он телевизор оказался интересным. Эстетическое чувство. Да. Хочется это получить, чтобы это было не просто набор, куча фотографий, которых потом хочется просто удалить. Зачастую даже не хватает на это время. Просто хочется сделать так, чтобы этих ненужных фотографий было меньше, скажем так. А то, что устраивает, удовлетворяет, радует. И чтобы в такие моменты как раз можно было быстро запечатлеть, не думая, что там нужно выставить. Иногда просто не хватает на это времени, не хватает знаний. И не хочется уже фотографировать, честно говоря, на автомате. Не всегда нехороший получается. Пытаясь различные поставить варианты, понимаешь, что возможности большие достаточно фотоаппарата, а мы пользуемся обычно автоматом, чтобы быстрее поставил, быстрее щелкнул. Хочется что-то более интересное. Мне очень понравилось, что вы распечатываете фотографии. Да. Это очень важно, и всех будут призывать к тому, чтобы обязательно доводили свою сынку до конкретного носителя бумаги. Потому что это, во-первых, дает возможность, на что опереться. Результатом всех этих химических процессов является отпечаток. А во-вторых, спустя годы сервера закрываются, даже сайты крупные закрываются. Сейчас произошло такое яркое событие, когда Яндекс.Фокси, один из крупнейших серверов, сервисов фотографических, в Монете прекратил свое существование в этом году. И многие фотографии были перенесены на Яндекс.Диск, как на новый сервис, но невозможностью. Но при этом потерялись все истории, которые пришиты были фотографии. Все переписки в музее, все их эмоциональные оценки. Так что, мы знаем, электричество, когда-то заканчивается. Фотография, опечатанные на бумаге, или на другом носителе, надо об этом тоже будем говорить, она вам дает возможность неподематериализации своих людей. Отлично. Кто этот следующий? Я люблю просто природу фотографировать, получается интересно. И даже вот у меня был ряд фотографий, потом сделали как в PowerPoint, и получилось как фильм из природных фотографий. Получился очень интересный сюжет. Получился сюжетный фильм такой. Слайдшоу? Слайдшоу, да, сюжетный. То есть, мы получились и фотографии были интересны, сделаны на простом фотоаппарате, то есть обычный фотоаппарат цифровой. На телефоне тоже у меня много фотографий получаются, очень интересны, там разные меняешь подсветки. Получается в стиле, да, и получается очень интересно. Даже я в технике еще очень плохо разбираюсь. Вот хотела бы научиться лучше разбираться именно в технике, потому что и с компьютером не очень хорошо. Когда-то давно умела, потом все забыла, то есть не работала за компьютером, не очень хорошо разбираться. А вот фотографировать мне очень нравится, именно фотохудожественная. То есть у меня много хороших снимков есть. Есть распечатано, а есть только на флешке. Вот хотела распечатать, но пока еще не распечатала. Мне вот нравятся мои снимки, получается, техническая, да. Именно интересные получаются снимки. Вот ты смотришь, мне прямо вот само интересное, какие-то сказочные, интересные. То там пусть молния была, татая, сфотографировала. То есть очень красиво получилось, интересный снимок. Потом там один раз было как будто солнце, и там как будто человек получился, вот солнце. То есть тоже как будто интересный был кадр. А больше всего люди теплее вы? Ну больше всего люди природы сфотографируют, да. Когда вы сфотографируете, вы стараетесь, подумать, как воспринимать ваши фотографии будут? Или больше концентрируетесь на впечатлении, на том, что увидели почему-то? То же самое, что вижу. Ну, наверное, думаю, конечно, как воспринимать будут, но хочется просто, чтобы самой понравилось. как сама смотрю по ощущениям, смотрю кадр, вот, то есть выбираю. В принципе, людям нравится. Основа для нас фотографии – это самовыражение? Ну, самовыражение, да, наверное, чтобы сама понравилась. То есть я хотела бы более качественные снимки делать, как будто научиться. Это постепенно. Техника съемки набирается годами. Не буду вас пугать. Конечно, нужно уделять внимание ей почаще. То есть у меня было много интересных фотографий. Я потеряла вот эта вот симка, или как называется, на чем фотография, да? Да, у меня было в телефоне, я потеряла. Там было очень много хороших фотографий, вот обидно. Там природа была. Ну, распечатывать необходимо, да. Ну, да, я хотела распечатать. В основном природу фотографирую. Хорошо. А вы? Я больше любила снимать людей. Я периодически премирую, выезжаю на сборы спортивные. Ну, и по своей инициативе там монтирую видеоролики, все поклажи. Ну, ладно. Накрылся мой фотограф. Он, конечно, против меня, ну, спал в прошлое. Угу. Какого? Такая модель у меня тоже. Сборы какого характера? А? Сборы какие? Спортивные, влюбольные. Волюбольные? Да, влюбольные. Вот. И в Вегасе все это монтировало, очень плохо получалось. Вот. В какой-то момент в своей жизни я хотела, я бы, например, перейти в фотографии, потому что очень классно, честно, мне не нравится. Вот. Ну, это... Те же знания не хватает, а уже... Ну, не знаю, на теле. Просто влюбился. Потихонечку будем работать над этим. Мы с мамой путешествуем, мы фотографируем в разных странах, в Гриотанах. В основном телефоны. Чем ты фотографируешь? В основном телефоны фотографирую. В основном телефоны? Да. Угу. Угу. А обрабатываешь потом фотографии? Ну, ну, не знаю, я фотографирую, маму смотрит как, и потом может исправить, как-то вот, или сказать, как лучше сделать. Ну, у нас такая история, на самом деле у нас семья, у нас двое детей, сейчас еще есть сестренка у нее, двойняшка. И мы, значит, когда они родились, у нас была такая идея, снимать их, ну, взросление по определенным периодам. У нас есть три таких видеофильма, как бы, когда называется первый год жизни, второй год, третий год жизни. Ну, то есть такой вот у нас технологический есть видеоархив, вот, это была первая идея, там все с миксом, там есть фотографии, есть видеосюжеты, и как они первый раз там пошли, как они первый раз там научились рисовать, ну, к примеру, такие вот самые интересные моменты. Это, конечно, мое больше хобби, вот, и, ну, это как бы первая цель, когда мы используем аппарат, и у нас есть кэмусский хороший аппарат, как бы зеркальный, но, честно говоря, последнее время чего-то как-то мало его используем. Он большой, здоровый, он, как бы, носительный, не очень комфортный. Вот сейчас на айфон фотографируем, и днем, как бы, фотографии хорошо получаются, там, качественные, нам нравится. Ночью, конечно, он ужасно, там, аппарат вообще не справляется. Вот, это первая, как бы, цель, и вторая цель, как бы, ну, вещь на меня, то есть я по работе тоже, как бы, часто должна, там, готовить какие-то презентации, либо выступления, и сейчас уже всем, ну, стало понятно, что презентация только из текста, она не красивая, она не презентабельная, она, ну, как бы, слушатели, не воспринимают текст, как бы, очень интересно. Все равно мы вставляем, да, либо фотографию, либо картинку какую-то, и, естественно, нужно понимать, какую картинку куда лучше вставить. Иногда даже вся презентация может стать только из картинок. То есть, если вы помните, презентации Apple, да, ну, компания Apple, они могут быть только из картинок, и, там, какая-то картинка, и она будет там много, то есть, там, количество аудитории, там, комп нового события и так далее. Поэтому фотографии, они, конечно, нужны не только, там, для личных целей, но и в работе тоже, как бы, я применяю, то есть, как бы, навыки, которые у меня есть. Но наша цель, конечно, моя цель, больше, вот, детей, как бы, научить, потому что, как взрослым, может быть, нет, может быть, сейчас времени, очень, там, долго, ну, ходить на занятия, да, но вот детям, я бы хотела, чтобы дети тоже умели, там, получить такие навыки, они тоже могли, там, фотографировать и маленькие, там, слайд-шоу делать, и какие-то тематические, может быть, просто индивидуальные. И, как бы, вот мы сейчас в фототике, для глоба, который может вам, ну, детям тоже, в шоколаде. Хорошо. Ну, так, картина ясна. Несколько моментов я тогда расскажу, какие есть возможности. И чего бы хотелось, почему я здесь, какую цель преследую, организую на этой точке фотографические занятия и... Итак. Поскольку сейчас фотография является очень мощным таким трендом, скажем, да, «Она действительно помогает жить, помогает достигать различных целей, очень, очень хороша в презентациях, в соединении с видеофильмом, с видеорядом, и симбиоз текста изобразительного...»